Бог обнародует когда-то имена расстрелянных, забытых, безымянных, которых не доказана еще никем вина, сокрытых где-то по секретным ямам. А они, бесхозные, казались и по спискам, голодные, усохшие, в неимоверном зле, смерть неприкаянных витала близко, не отставала, шествуя во свет. Нет. Кому и кто принадлежал как раб, хозяева какие измывались. Спешил же некто их к рукам прибрать, не упуская даже эту малость. Вот Авраам обрезал всех рабов, кормил какиев и давал плодиться, и подписать наследство был готов, нажитое трудом для самых близких. Корабль везет апостола Раввина в далекий Рим, мотает в пересылках. Моря тогдашние, понятно, не равнины, опасности и бури с кем-то пересилим. Но накануне корабля крушения, когда ни звезд на небе, ни луны, явился ангел, грозный вестник мщения, и даровал апостолу всех узников, кто с ним. Никто и не заметил личных перемен, но все, и воины, и даже капитан, по призову апостола с надеждой хлеб с едой съел, почувствовал, слабеет волн капкан. Нас кто-то вымолил над потемневшей бездной, за счет кого-то продлевались дни, на благовестие еще ходить и ездить, у Бога много шансов нас сроднить. И сам я вымолил ли даже одного, принадлежит ли мне везущий остров, спасенный на доске со всем ногой, он у меня одежду, хлеба просит. 23 августа 2007 года Продолжение следует...